Рано утром по московскому времени продавать фьючерсы на американские индикаторы Минус 5% Так, всем привет Так, всем привет Так, ну что, я вижу, народ начал подключаться Как настроение в Молдове? Так, вот Кишиневу, Белцу, Кахулу, Италия, Германия В Америке не спят, я надеюсь Отмечают все нормальные граждане Победу Трампа или нет Так, ребят, те, кто онлайн, делайте, пожалуйста, репосты Для того, чтобы как можно больше людей подключились Так Вот Пелян Кашу Пелян на самом урагоменте Диосибиты Пентвертини, как Олег Департит Пишет слабое соединение, надеюсь Интернет у меня такой деревенский Так, hi, Нью-Йорк Hi, Нью-Йорк, how are you? How do you feel after elections? More than one month ago I asked all normal people in the United States to support Trump Because he is really very nice guy He is a person who will change all the things in the country He will change the opinion about politics and politicians Not only in the United States, but all over the world And I am waiting for the 20th January When he officially will have his first day being president Так, телевизор мы сейчас все выключаем Так, ну что Значит, начнем Начнем Про результаты Выборов в Соединенных Штатах Америки Могу сказать, что я очень доволен Этими результатами Я очень надеялся на то, что победит именно Трамп Потому что вы видели Плохие же там В Америке уже по Госдепу гуляет Как по Ниспаренам Майя Сандук, Лангендос, Сенепи Хиллари Клинтон Сараш Лифмей Туата Европа, Яра Пентр Клинтон А Трамп, больше боет уж Пак-пак Шиле Ламурит, что такое хорошо Для демонстрации Что такое хорошо Что такое плохо Вы знаете Сегодня получил очень много звонков Про то, что Говорю, вот после того, как Трамп Стал президентом Америки Потому что я спорил с очень многими друзьями Значит После того, как он стал президентом Америки Значит Говорит, мы сегодня уверены Что ты можешь стать президентом В любой стране мира Я говорю, ну Спасибо за комплимент Я говорю, так было бы понятно Если бы плохиши и прочие его вонючки не боялись бы Меня, они бы не замутили всю эту историю В конституционном суде Вместе с этим теленком Танаса Про историю 35-40 лет Историю с возрастом Вы знаете И вот я поспорил со всеми друзьями Кстати, забыл только Я и Владимир Вольф из Жириновский Владимир Вольф все очень четкую оценку дал Выборам в Америке Что в Америке впервые Впервые победила настоящая демократия Потому что демократия, которую американцы показывали В Югославии, в Ираке И которую показывают у нас в Молдавии С этой демократией пусть они сами живут А вот у них все-таки демократия произошла И я ребятам объяснял Что, ребят, я говорю, победи Трамп Да, там спецслужбы, военные Масса будет оппонентов Ломать Все эти Все эти гнезда Будут очень тяжело Но Трамп там на кого-то наедет Там кому-то порасскажет Там кого-то пошлет И ситуация кардинально сдвинется с места Плюс сегодня я вам могу сказать Что Трамп внес серьезные изменения Только из-за того, что он стал сегодня президентом Он уже внес серьезные изменения В мою жизнь Как гражданина Молдовы Как гражданина Российской Федерации никогда не скрывал Что у меня два гражданства И серьезный взнос Трамп В мою жизнь Значит, внес сегодня Могу вам сказать, что вот если взять события Я как человек в бизнесе Знаете, были разные контракты Разные там условия Заработка, денег Когда-то было очень тяжело, потом полегче Но сегодня для меня был лучший день Когда я что-либо Когда я что-либо Даже не знаю, как правильно Получил, заработал Потому что это, в принципе, подарок Это не заработки Значит Значит Я поспорил С хорошим Другом Значит Известный риэлтор Значит Очень много строя там И так далее Значит Мы договорились Что если Трамп станет президентом Президентом Соединенных Штатов Америки Значит То я на выбор Значит Получаю Либо квартиру в центре Москвы Либо Миллион долларов Поэтому вот сегодня Благодаря тому, что Трамп победил Я стал обладателем Пока еще не на бумаге Обладателем квартиры Стоимостью миллион долларов Либо я могу получить этот миллион долларов Деньгами Поэтому Трамп уже внес Свой первый вклад Значит Посмотрим Я бы с удовольствием Этот миллион, конечно Квартиру хочется Всегда мечтал На старых улицах Москвы Какую-то маленькую квартиру Двухкомнатную Для того, чтобы Можно было жить Гулять пешком По старым улицам И так далее Москву с детства люблю Но я никогда не думал Что Эту мечту Осуществит Дональд Трамп За счет того Что он стал президентом Значит Я с удовольствием Конечно Этот миллион долларов Потратил бы на Протест против режима Плохотнюка Значит Вот Потому что Трамп пропагандирует Пропагандирует демократию Но у нас должна быть Эта демократия Я хочу, чтобы Госдеп Спецслужбы США Прекратили Покрывать бандитский режим Плохотнюка Поэтому Вот идея с петицией Которая у меня появилась Ребят Значит Я уже говорил Предварительно С Ильяном Кашу Шакум Аврау Сауропили Анкашу С организизм Пинтернет А часто Петицией Униссы дискрим Фабула Ком Ултимий Шася антицели Кому Ажунслаб Терри Режиму бандите Склуй Плохотнюк Станет задача Республики Молдова Я обращусь Ко всем нашим Активистам В стране Для того, чтобы Пожилые люди У которых нет Компьютера Либо не умеют Пользоваться Будут Заполнять Вручную Эту петицию Где мы Напишем Официальное Обращение К новому Президенту Соединенных Штатов Америки Значит Дать команды Разобраться Почему там Пробуксовывать На месте Расследования США С кражей Миллиарда Почему Американские Спецслужбы Дали Плохотнику Вывести из Молдовы Эти сотни миллионов Долларов Почему в разгар Предвыборной Компании Те же американцы Финансировали Съезд денег Украденных Банка Диэкономии Филатом Вы помните Я представлял Документы На эту тему Они тоже молчат Почему посольство Соединенных Штатов Америки В Молдове Я помню В четырнадцатом году Когда они же Разрешили меня Снять с выборов Они же Вышли с заявлением Что вот Вызывает у них Много вопросов И так далее Зато когда Плохотнюк Подает меня в розыск Сажает наших активистов Я кроме рекламы Орбит Живи с улыбкой Не вижу никакой реакции Зато когда Бандитским путем Нужно выбрать Ночью Правительство Филиппа Знаете Тетя Вика Нуланд Винни Лабукуреш Мы хотим Демократическое Говернение В Молдове И Плохотнюк Из Нет Зоу Мамилора Понимаете Ну это что Нормально Значит Я продолжаю То что касается Расследования Из-за которого Плохиш Все равно сядет Но американцы Должны Если они Продвигают Демократию Почему Когда встречались Андрей Настас Майя Санду Дадон Я Например С Бриджит Бринкс Помощницей Нул Мы описали ситуацию После этого Приходит директива В том числе Посольство США Они думают Такие умные Я не знаю Конечно Ни в коем случае Не допустить До срочных Парламентских выборов И это вы развиваете Демократию У нас в Молдаве Сидите Поддерживайте Плохотнюка Вашими же деньгами Плохотнюк Радет в Молдове Отправляют в Америку Американцы Через МВФ 180 миллионов Долларов Видите ли Дают нам Понимаете В кредит Покажите На каких условиях Что это за Секретное соглашение С МВФ Все должно быть Публично Все должно быть Публично И Говорил Сегодня С коллегами Из ЛДПР Очень надеюсь Что в ближайшие недели Мы подпишем соглашение Межпартийном сотрудничестве С ЛДПР Владимир Вольфовичем Жириновским И тогда мы просто Будем гасить Понимаете Потому что Этих Молдавских Блядей В лице Плохотнюка Нужно гасить Только так Ребят Потому что Невозможно Сегодня Мы честно Протестовали Мы не нарушали закон Мы Не допустили Никаких погромов Ничего Из-за чего Люди нас обвиняют В бездействии Понимаете Наши протесты Кто-то обвиняет Меня в марше Моисея Я признаю Ребят Часть этих обвинений Потому что Я хотел по закону Что внешние партнеры Начали понимать О том Что Мы Соблюдаем закон Что все байки Плохотнюка И его Вот этих тварей Журналистов По другому Их не могу назвать Которые пропагандили Русские танки Усатые готовятся Антифой в Молдове Донецк Луганский И так далее Они пугали избирателей Они пугали внешних партнеров Понимаете И это нужно заканчивать И сегодня То есть в Америке У них демократия Спецслужбы Ребят Все спецслужбы Вся их резидентура За рубежом Все работали на то Чтобы оказать Максимальную поддержку Хиллари Клинтон Почему у них В Америке Могут быть честные выборы Мы видим результат Потому что Если бы там Мухлевали Как у нас Плохотнюк Со своим циком То Трамп И не стал президентом Понимаете Почему Господин Мистер Петит Посол Соединенных Штатов Америки Почему Не поменяли Возраст США Кандидата В президенты Не сделали Минимум 80 лет Так как это делает Плохотнюк В Молдавии Чтобы Трамп Не мог участвовать Хотя этот вариант У вас в Америке Не прошел бы По другой причине Потому что Они с Хиллари Одногодки И вы тут Не могли Ничего сделать Понимаете Поэтому Сегодня Если Принцип По которому Вы живете Распространяете Своё влияние На На европейские страны На На Вы должны Учитывая Чего Хотят Люди 80% Ненавидят Плохотнюка Хотят Сменить Власть Приезжайте Вы И какие-то Ваши Голуби Почтальоны С Евросоюза И там В том числе Пожалуйста На последней встрече С Филиппом Не Не надо Допускать Понимаете Почему Вы молчите Сегодня Уголовно Преследуется Лидер Одной Из оппозиционных Партий Вы опять Молчите Потому что Вы покрываете Потому что Вы пьете Шампанское Что усатый Не вернется А я Если надо Вернусь На На парашюте Если надо Приземлюсь В Нобеле Захочу Приземлюсь В Джи Би Си На территории Посольства США Боюсь Не получится Деревья Помешают Я Ничего Не имею Против Граждан Соединенных Штатов Америки Я очень много Об этом говорил Когда вы Из меня Все делали В своих Телеграммах Русского Танка Но Внешней политике США Отношусь Отрицательно Потому что На Майдане Под этого Партнера Плохотнюка Номер 2 Порошенко Кто финансировал Десятки миллионов Долларов Всех этих Инструкторов Которые учили Молодежь Делать Молотовые Коктейли Кто научил Спецслужбы Украины Которые Кроме Слова Горох Самогон И сало Ничего Не знали Правильно Распространять Препараты Которые Добавлялись Ввиду Для того Чтобы люди Были Отдурманены Наркотические Вещества Которые Добавлялись При изготовлении Пищи На том же Майдане Я когда Выступаю Против Запада Я выступаю Против Вашей Подлой Грязной Политики По отнош По отношению Которые Которые Миллион подписей к 20 января, чтобы мы принесли мистеру Трампу вот этот миллион из трех, которые насчитал Плохотнюк, из менее двух, которые реально находятся в стране, просит вас дать команду всем службам и отсоединить кислородную подушку из розетки от бандитского режима Плохотнюка. Значит, Трамп по лаворму сведе с ее баятком с каде швесен, кредко баят вас с ее мосфорью. Вот каича маймутый комментарий с ворбеской лимбадистатом. Ворбеской лимбадистатом спонсория коросла. Для меня нет проблем с тем, с приятелем, с ворбеской лимбадистатом. Кряр, по реконосу, у меня есть, ка есть еще один прогресс в последние 2-е годы, ка не у меня была в последние 10-е годы, когда я училась в Федерации Русской Федерации Русской Республики Молдова, с ворбеской лимбадистатом. Да, я больше говорил на русском языке, никогда этого не стеснялся. Значит, поэтому мы будем двигаться вперед, значит, поэтому, ребят, еще раз поздравляю с этим важным днем всех, потому что я не знаю, как Трамп сдержит свое обещание, он там говорил и про Крым, и про правильные отношения с Российской Федерацией и так далее. Но, по крайней мере, Трамп сегодня разорвал этот порочный круг, вот этих всех шушукований на мировом уровне, и сегодня он дал четкую надежду мне и миллионам людей на то, что Америка меньше будет, Соединенные Штаты Америки меньше будут вмешиваться во внутренние дела других государств и не будут поддерживать бандитские режимы и всяких полукоммерсантов, полубандитов поддерживают, таких как Плохотнюк, Порошенко и прочие подонки. Вот это уже, значит, вот эта ситуация, которой я хотел сказать. Опять же, многие осуждали, вот Усатый ругается, ребят, мочить плохиша, мочить, еще раз мочить, понимаете? Ну, я обязательно вернусь домой, я буду бороться за свободу и за благополучие каждого из вас, понимаете? Может, отращу себе волосы так, чтобы, этот, даже этот, Пурчелуя стал уплохотник принципов, Кристо Таборос, так же, Република Молдова, отреча, при этом моменте, экстремльно перекулясь. Я хочу поздравить с освобождением Сергея Пчелу, директора Бельского муниципального предприятия, которого за то, что там якобы поджег лися, заставляли идти на поклон к Жиздану, для того, чтобы он вышел на пресс-конференцию, наговорил на меня и так далее. Пчела их послал, вы видели это видеообращение. Значит, да, подписка не выездила, он вышел на работу, занимается. Я хочу поздравить с прошедшим днём рождения, седьмого был день рождения у Николая Хачко, наш активист, который сидит в тюрьме, опять же, из этих плохотниковских мусоров-плохотников, которые придумали очередную байку для того, чтобы мариновать человека в тюрьме. Значит, поэтому, межимы на Инте, шэ, Молдова, фэрэ режиму бандитеск, а луй плохотник, шэ, криминалияштя делал дешор, шэресту мукошу лапушкарей, шэресту мукошу лапушкарей, психотик, мустик, сосик, шэресту мусоркарей, шэресту мукошу лапушкарей, шэресту мукошу лапушкарей, шэресту мукошат, могла изглажнываться, бято, а то тоже мне выучили одну песню в девяносто пятом году Владимирский Централ, значит и под эту песню сидят грабят страну, эй, Плохотнюк, стоять, самое главное стоять, и то же стоять с мягким знаком на конце, уроды блин, козапретур льва от контрабулами, боец, маклариф к кумку фичу в Москва, держаться там дискутии, и че дела мои, кали распунда, где проблем лиц с эндемиграцией, оди кали дискуты, ну мы аж тептю сви, Саша же сданла Москва, бабины, акуфос, дидзеомес, мафиличите патрону ембри, да, амурцелеска граничерину приеда двое, пикав калюкалаш теплый рупорт, кстати, ребят, полицейские, которые меня смотрят, послушайте, я жду калюка каждый день, до Мадедова, Киевский вокзал, Шереметьево, ну пусть приедет уже, вот, поэтому, ребят, значит, еще раз, всем хорошего вечера, делайте, пожалуйста, репосты, значит, вот вопрос, давайте на него еще отвечу, зачем голосовать за Додона, который человек плохой, ребят, я четко объяснил свою позицию, я против Майя Сандо, объяснил почему, я объяснил почему я поддерживаю Додона, я поддерживаю Додона, есть определенная у них партийная идеология, которая сегодня мне близка, он не ратует за объединение с Румынией, как Майя Сандо, он не целуется с Клинтон, этот, не хочет жениться на Меркель и так далее, понимаете, то есть, поэтому, значит, позиция Игоря Додона, сегодня, вот то, что пропагандирует его партия, большинство этих вещей, она, это близко, это близко к нам. Некоторые вещи, я помню еще, выборы в 14-м году, партия социалистов перенялась нашей программой, я готов что-то перенять у них, я готов перенять и у той же платформы и так далее, потому что, поверьте, сегодня я не могу поддержать Майю, которая поет про Клинтона, объединение с Румынией и так далее, Додон становится президентом, очень жестко с него все будут требовать, ребят, очень жестко, и поверьте, ничего у них с плохотником не получится, и в прямом, и в переносном смысле слова. Если начнутся какие-то шаги влево и так далее, то и правый, и левый объединятся, и Игорь Додон останется просто в истории. Поэтому я призываю голосовать сегодня за Додона, потому что из этих двух кандидатов нужно кого-то выбирать. Че кариусу сын пи мая сандук, боец, он залезез древ, вы им скрит с месажем при вас, дом на усатый, хайте рог, к ватяза ку сандук, к ей контролу плахотнюк, боец, мои контролаты диамериканши, а куда кусполни, сидеть, а си сидеть, лежать, а си лежать, хайди у нема бага звуи пи мене. Я хочу обратиться ко всем гражданам Республики Малово, проживающим, в Российской Федерации, в странах Евросоюза. Ребят, выходите голосовать. Мне стыдно за нашу гражданскую ответственность, когда остаются на участках бюллетеней. То есть люди не вышли голосовать в Курске, в Санкт-Петербурге, в той же Москве остались. Но это нормально. Ребят, все голосовать. И также вместе с вами все будем кончать режим плахотнюка. Поверьте, я знаю, о чем я говорю. Там и Майя борется с плахотнюком. И Дадон сказал, что плахотнюк у этой страны. Ребят, режим плахотнюком могу кончить только я. Извините за нескромность. Поэтому желаю всем хорошего вечера. Делайте репосты. И мы обязательно победим. В Айбеск, значит, в воскресенье идем все голосовать. Хорош сидеть дома. Проспьем страну. Пока.